Добрый день, друзья дорогие! Сегодня мы с вами будем рассуждать о молитве. Представьте себе человека, который прекрасно знает всю Библию, исполняет все заповеди, ведет замечательный образ жизни, регулярно ходит в церковь, участвует во многих видах служения. Словом, образцовый христианин и человек, но у него есть одно «но» — он не молится. Не молится. Что бы вы сказали о таком человеке? Каков он христианин? Нормальная ли его христианская жизнь? Вряд ли. Вряд ли. Почему? Потому что у него нету самого главного, то, что соединяет его с вечным Богом. Это молитва. Какой бы религии ни относился человек, но он считается верующим тогда, когда он молится. Если человек не молится, его можно назвать религиозно образованным, но ни в коем случае не верующим. Почему? Нету самого дыхания его веры. Потому что молитва — это дыхание нашей веры. Молитва — это наше духовное дыхание. Мы прекрасно знаем о молитве. Много есть песен, много стихотворений. Много мы слышим проповедей на эту тему. И вместе с тем молитва является одной из самых недооцененных вещей в нашей жизни. Одной из самых недооцененных. Почему? Потому что мы не всегда осознаем тот глубокий смысл, ту силу, которую она может совершать. И часто полагаемся на себя, вместо того, чтобы просто встать на колени и помолиться. А вместе с тем мы видим в Библии много примеров, когда люди ценили молитвой. Например, Ездра считала, что молитва гораздо более важна, чем отряд воинов и всадников. Когда он вместе с другими переселенцами возвращался из Вавилонского плена назад в Израильскую землю, ему царь предложил охрану. Они же помолились, отказались. Они с постом молились, чтобы Господь их хранил в пути, и Господь благословил. Почему? Потому что они не хотели дать этому царю повода, чтобы он подумал, что они надеются больше на его охрану, чем на Бога. Конечно, в нашей жизни мы должны быть разумными, и мы должны располагать правильно все обстоятельства и планировать все. Но вместе с тем мы должны понимать, что если Господь не сохранит, никакие наши средства защиты не помогут. Иисус Христос считал, что молитва более необходима, нежели пища и сон. Сколько ночей он проводил в молитве? Он, сам Бог, Сын Божий, тот, кому мы молимся, во имя которого мы сейчас молимся, он сам лично очень много времени проводил в молитве. Казалось бы, почему? Зачем для тебя, Иисус, это надо? Ведь ты же сам Бог. Ну ладно, мы люди, но а тебе зачем? Такие вопросы мы часто ставим из-за нашего недопонимания, что такое молитва. Потому что мы привыкли, что молитву мы используем только тогда, когда нам нужно о чем-то попросить, когда нам нужна помощь. А раз Христос сам Бог, казалось бы, что Ему просить? Такое понятие у нас сформируется часто из-за нашего потребительского отношения к молитве. Когда мы вспоминаем о ней только тогда, когда, Господи, дай, дай, дай. Это позиция потребителя. Когда все, что ему нужно от Бога, это удовлетворение своих нужд. Но Христос по-другому это понимал. И поэтому столько много молился. Для Христа молитва – это было общение, разговор с Его Небесным Отцом. И поэтому для нас, детей Божьих, молитва также должна быть в первую очередь средством общения, разговора нас, детей Божьих, с нашим Небесным Отцом. Вот что должна быть молитва. И прошение, помощь и удовлетворение личных нужд – это уже все отходит на второй план. После того, как самое главное – мы пообщались с Господом. Мы об этом не должны забывать. Мы часто осуждаем тех детей, которые забывают о своих родителях и очень редко им звонят. Сколько есть стихотворений, песен о том, что как часто, как важно вспоминать о родителях, хотя бы позвонить им. А ведь мы, дети Небесного Отца, забываем Ему молиться, общаться с Ним через молитву. И из-за того, что мы реже общаемся с Ним, от этого зависит наше духовное состояние, оно падает. Один человек сказал, если не ошибаюсь, это был Дейнека, «много молитвы, много силы, мало молитвы, мало силы». Вот чем залог нашей христианской жизни. Много молитвы, много силы. Какой силы? Не физической, нет. Духовной, христианской силы. Силы молитвы. Апостолы ставили важность служения молитвы наряду с проповедью. Помните, когда избирали диаконов в Иерусалимской Церкви? В чем была причина? Апостолы объяснили, почему, зачем нужны были диакона, чтобы они могли постоянно пребывать. Первое, в молитве. Во-вторых, в слове. Это для меня было открытие тоже в свое время. Потому что я понимал, что пасторы, служители, они в первую очередь должны заботиться о слове. И главная функция – это говорить слово. Пости людей, души по печенью, слово. Но для апостолов они ставили эти две вещи на одну планку. Раны по важности. Молитва и слово. Вот где апостолы черпали и находили свою силу духовную. И так сейчас важно и служителям, которые находятся на служении, уделять молитве не меньше времени, чем слову, чем учению, чем всему остальному. Без молитвы мы теряем нашу духовную силу. Молитва есть души дыхания. Молитва – свет средь тьмы ночной. Молитва – сердце упование. Несет покой в душе больной. Вот что такое молитва. И поэтому как важно не забывать об этом. И молиться часто. Молиться всегда. Но давайте об этом поговорим по порядку. Итак, кому же мы должны молиться? Кому должны быть обращены наши молитвы? Писание учит, что нам должно молиться отцу и сыну. Христос сказал, «Истинно, истинно говорю вам, о чем не попросите кого? Отца, как во имя Мое даст вам». То есть мы должны просить Отца во имя Иисуса Христа. Почему во имя Иисуса Христа? Потому что именно Иисус Христос тот, кто омыл нас кровью. Именно Иисус Христос тот, кто даровал нам спасение. И именно через жертву Иисуса Христа мы являемся детьми Божьими. Господь усыновил нас, запечатлил нас. Именно благодаря Иисусу Христу. Господь смотрит на нас через призму жертвы Иисуса Христа. И поэтому мы должны ссылаться на Иисуса Христа, как нашего Спасителя в наших молитвах. Интересно, что когда Стефан умирал, он молился также и Иисусу. Он говорил, «Господи Иисусе, прими Дух Мой». Это были его последние слова. «Прими Дух Мой». То есть его последняя была забота о своей душе. Он хотел самое ценное, свою душу. Чтобы она была в руках Господних. Это, кстати, проливает свет на том, что будет с человеком сразу же после смерти. Мы об этом дальше будем говорить в одной из следующих лекций. Но эта молитва говорит нам о том, что Господь принимает душу человека в момент смерти и заботится о ней. И никакие другие силы тьмы не имеют власти и доступа к этому. Сам Господь успокаивает таких. Интересно, что в Писании нигде не содержится ясных указаний на то, должно ли молиться Духу Святому. Нигде не говорится, что это нельзя делать. Но также и нигде не видно примеров или стихов, которые говорили бы, что надо делать. Но есть два интересных места, которые говорят о том, что роль Духа Святого в наших молитвах – это молиться в нас. Почему? Потому что мы – храм чего? Духа Святого. Он обитает внутри нас, Дух Святой. Иуда, апостол Иуда в своем послании пишет, что мы молимся Духом Святым. Молясь Духом Святым – это 20 стих. А апостол Павел в послании к римлянам пишет, что когда мы не знаем, о чем молиться и как должно молиться, то тогда что происходит? Сам Дух Святой ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. То есть он подключается к нашей молитве. То есть мы молимся Духом Святым. Да, бывают в жизни такие ситуации, когда мы настолько сконфужены, настолько запутались в своих жизненных коллизиях, в своих жизненных проблемах, трудностях, что даже и не знаем, как поступить. Иногда нам кажется, что вот так нужно к Богу поступить, чтобы нам помочь. Оно не совсем бывает верно. Богу виднее. И в таких случаях мы должны просто на основании этого текста, римлянам 8, 26, положиться на Господа и позволить Духу Святому ходатайствовать за нас по воле Его, потому что Он знает волю Господню. Как это на практике сделать? Просто. В такой запутанной жизненной ситуации просто говорите, «Господи, я не знаю, как поступить. Я не знаю, как будет лучше». Моего ума, моего опыта не хватает. Я прошу Тебя, Господи, чтобы Ты вмешался. Сам разберись, сам выведи эту ситуацию. Я доверяю Тебе, но прошу Тебя, не оставь. То есть, в такой молитве мы полагаемся на любой ответ Божий и просто доверяемся Его водительству. И это будет правильно. Итак, мы молимся Отцу во имя Сына посредством Духа Святого. Это очень важно. Часто задают вопрос, а какого правильного положения во время молитвы? Что об этом Библия говорит? Мы, русские, когда собираемся в наше общение, или это в группе, или это на богослужении, то принято так в наших церквах, чтобы мы молились или стоя, или на коленях. И в этом ничего плохого нет. Но если мы придем в американскую церковь или в других церквах на Западе, мы видим, что они молятся сидя. И часто мы их начинаем осуждать за это. Друзья мои, самое последнее, что мы должны делать во время молитвы, это осуждать кого-либо. Потому что мы уже отвлекаемся с Бога и переключаемся на других людей. Когда мы осуждаем, мы уже не молимся. И когда мы осуждаем, мы уже грешим в сердце своем. Значит, уже ослабляем свою молитву. Господь разберется. И Господь смотрит на сердце. И люди молятся так, как это прилично в их культуре. Я считаю, что правильно то, что мы, как славяне, встаем во время молитвы или становимся на колени. Почему? Потому что этим мы выражаем почтение Богу. Потому что младший встает перед старшим. Так в нашей культуре. И этим мы выражаем благоговение перед Богом. Но если мы где-то едем в машине за рулем, мы не можем встать. Разве молитва сидя будет грехом? Конечно, нет. И мы не можем осуждать американские церкви за то, что они сидя молятся, если это в их культуре не является неблагоговением. Господь смотрит на сердце. И давайте оставим это Господу. Не будем набрать на себя роль суди. Но мы должны заботиться о том, чтобы мы, когда мы молимся, делали это с благоговением и выражали это в почтении перед Богом. Вот что самое важное. Библия упоминает очень много разных положений или позиций во время молитвы. Например, перечисленная молитва стоя, молитва преклонив колени, даже растершись на земле. Да, есть много случаев, когда человек в отчаянии, в горести молился Господу, распростевшись на земле. Так молился и Моисей. Так молился Давид. Потому что они полностью в самоуничижении. Они забыли о всем. Они просто повергались перед Господом и молились. Также молитва лежа в постели во время болезни. Но Давид также говорит, что размышляю о тебе на ложе моем. То есть, если вас ночью вдруг покинулся, вы проснулись, это прекрасное время помолиться Господу. Можно лежа, помолиться Господу, пребывать, размышлять о нем. Также вися на кресте. Кто так молился? Разбойник. Первый, который вошел в Царство Небесное. Итак, все это указывает в том, что не положение является значительной в молитве, а отношение сердца. Но в любом случае, мы должны стараться молиться так, как это выражает наибольшее почтение и благоговение перед Господом. Мы должны помнить, перед кем стоим. Мы должны помнить, кто слушает наши молитвы. Что мы люди, а это Бог. Время молитвы. Когда лучше всего молиться? Утром или вечером? Всегда. Всегда. Писание говорит, непрестанно молитесь. Всякую молитву, прошение молитесь во всякое время, со всяким постоянством. Почему? Потому что это реально тогда, когда мы поймем, что молитва, опять же, это общение с Господом, это отношение с Богом. Мы не должны забывать, что когда мы молимся, мы во время молитвы входим в Божье присутствие. Перед нами открывается духовный мир. Во время молитвы мы с дерзновением обращаемся к престолу благодати. И поэтому мы должны ценить и наслаждаться каждой такой минутой, что мы находимся в присутствии Господа. И размышлять о нем, и воздавать ему хвалу и благодарение. И поэтому, естественно, что христианин будет как можно чаще стараться это делать. Но тот, который все это понимает и осознает. также Писание учит нас молиться перед принятием пищи. Когда мы молимся, очень важно, чтобы мы воздали благодарение. Также мы просим Господа, чтобы он осветил эту пищу. Мы не знаем, откуда она пришла, что там. И на Писании говорит, что всякая пища, она освящается молитвой. Мы должны просить Господа, чтобы он очистил. не нужно забывать воздавать ему благодарение за это. Место молитвы. Интересно, что не существует такого места, где нельзя было бы помолиться. Не существует такого места. Человек может молиться везде, в машине, дома, на собрании, на работе, даже когда с кем-то говорит, даже когда с кем-то общается, он также может молиться. Но Писание также говорит о том, что могут быть молитвы в одиночестве. Помните, Иисус Христос сказал, ты же, когда молишься, войди в комнату твою и закрой дверь твою, и Отец, видящий тайны, воздаст тебе явно. Очень важны такие молитвы в уединении. Мы должны выделять столько суеты, столько спешки вокруг, что нам часто этого не хватает, именно такой уединенной молитвы, как общение с Богом. По-английски говорят quality time with God. Именно качественное время с Богом. Когда просто встать на колени, поговорить с Ним обо всем, раскрыть свое сердце, раскрыть всю душу, как часто нам этого не хватает. Это нужно планировать, выделять время. Будем помнить, что дьявол всегда будет стараться отвлекать от этого. Всегда будут какие-то дела мешаться, какие-то срочные поручения, срочные дела, чтобы потом, потом, потом я это сделаю. И время ушло. Когда Дух Святый побуждает, по возможности, по возможности старайтесь оставить все и помолиться Господу, когда есть такое побуждение. Также Писание говорит о совместных молитвах, где вас двое или трое собраны во имя Мое, где двое или трое согласятся, о чем молиться, Христос говорил. Такие молитвы также важны, потому что они показывают единство от детей Божьих. Вот почему мы собираемся на молитвенное собрание, вот почему мы собираемся в молитвенных группах, вот почему мы договариваемся с другими молиться о какой-то конкретной нужде или просьбе. Это важно, когда один человек молится и когда также несколько детей Божьих обращаются к нему сразу. Также Писание говорит о том, что мы можем даже молиться перед лицом неверующих и такое бывает. Это книга Деяния Апостов 16 глава 27 глава описывается. Интересно также что Писание говорит об этикете молитвы. Вот что не должно быть в молитве, об этом Иисус Христос прямо сказал. Омолясь не говорите лишнего. Не говорите лишнего. Так делали язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны, не уподобляйтесь им. не уподобляйтесь им. Также Иисус Христос осуждал фарисеев, которые молятся на показ, встают на углах улиц, там, где перекресток, передвижение народов, вот они демонстративно перед всеми молились. Вы думаете, они молились потому, что им надо срочно обратиться к Богу? Зачастую это было потому, чтобы другие люди увидели, ах, какой это человек религиозный. Часто что-то похожее можно наблюдать и сейчас, когда люди даже во время церковного служения демонстративно молятся, показывают, как они хорошо знают Писание, как они часто эти молитвы превращают в проповеди целые, чтобы показать, как они умеют складно молиться и красиво, и что они ничего не забыли. Некоторые во время своих молитв получают других, что правильно, что неправильно. не уподобляйтесь им, не это Господь ищет, не говорите лишнего, каково ваше состояние сердца, почему вы стали на молитву, чтобы других учить, или чтобы обратиться к Господу. Господь научит, ты говори то, что на сердце. Вот что в первую очередь должно быть смирение, не должны использовать молитву, особенно публичную молитву, для других целей, кроме как поклонения Богу и прошения перед Ним, не уподобляйтесь им. Очень важно состояние сердца во время молитвы. Это определяет все, каково наше состояние сердца. От этого зависит ответ, от этого зависит качество молитвы, от этого зависит наш духовный рост. Писание говорит, если пребудете во мне, и слова мои пребудут в вас. Это главное условие для молитвы, пребывание в Господе, и чтобы Его слова были в нас. Помните, когда Каин замыслил зло, Господь его предупредил, грех у порога, грех у порога. Так же часто бывает и в нашей жизни, когда грех появляется у порога, то есть в наших мыслях начинает навязчие какое-то искушение, или гнев на кого-то, или осуждение кого-то, или нечистые мысли, или скверные мысли, разные приходят. Это у порога. И от нас зависит, пустить в дом или не пустить, начинать их дальше развивать или нет. И как Господь когда-то предупредил Каина, так же Он предупреждает и нас через Духа Святого и через совесть нашу, что это нехорошие мысли, так не надо поступать. Что мы должны делать? Тут же в молитве дать отбой таким мыслям, таким настроениям, тут же исповедоваться перед Господом, сказать, Господи, я прошу прощения, я согрешил в мыслях моих. Господи, помоги мне бороться с этим, помоги мне противостоять вот этим желаниям, вот этим похотям, вот этим нехорошим мыслям. Сразу же начинайте, для этого молитвы, тут же обращайтесь к Господу и будьте искренны. Очень важно для того, чтобы наши молитвы были услышаны, чтобы мы были свободны от всякого осознанного греха, потому что если мы сознательно грешим и пребываем в грехе, это сдерживает нас. Библия говорит, ибо чистым очам им не свойственно смотреть на злодеяния. Когда Господь обращался к израильскому народу, он говорит, я закрываю лицо свое от вас, не слышу молитвы вашей, не принимаю жертвы вашей, потому что грех не удален. Сначала исправьте все, потом буду слушать вас. Итак, мы должны удалить всякий осознанный грех, должны освободиться от самолюбия в наших молитвах, когда мы просим только для себя, только потребительской молитвы, только для того, чтобы разбогатеть или для своих корыстных целей. Также, когда мы становимся на молитву, мы не должны иметь ни на кого камня в своем сердце. Мы должны примирить с братом. Разреши ярмо, разреши ярмо, любое ярмо, или это не прощение, или это грех, его нужно разрешить. Писание говорит, если возможно, с вашей стороны будьте в мире со всеми. Вы должны просить во имя Христова, должны молиться в духе, просить с верой, и вас здесь очень многие часто спотыкаются и разочаровываются, расстраиваются, не могут пойти, как так, мне не хватает веры. Писание столько раз говорит, что если попросите с верой, Христос говорит, если будете иметь веру, даже хоть как горчичное зерно, скажите этой горесей. Когда он сказал, чтобы смоковница засохла, ученики удивились, он говорит, вы еще больше сделаете, если будете иметь веру. Иаков говорит, что мы должны просить с верой, не сомневаясь, и вот из-за этого мы расстраиваемся, почему у нас нет такой веры. Друзья мои, вера это не что такое магическое, что проснулся и у тебя сразу много. Вера растет через доверительные отношения с Богом, через познание Бога. Чем ближе вы познаете Бога, тем автоматически само собой растет ваша вера. Поэтому сфокусируйте лучше на познании Бога, через Слово Божие, через молитву, через того, чтобы стараться жить по Его заповедям. Даже казалось, когда это невыгодно, стараться жить и просить, и не хватая своей веры, опирайтесь на Писание, говорит, Господи, честно, я немножко не доверяю, но Писание говорит, что так и так и так я должен обращаться к Тебе. И Писание говорит, что я дополню по воле Твоей, Господи, я, пожалуйста, сделаю так, как Ты сказал в своем Писании. Опирайтесь на авторитет Библии, видите, Господь будет отвечать. И чем ближе вы будете расти в познании Господа, тем больше будет ваш духовный рост, ваша вера сама будет расти, у вас будет появляться уверенность, уверенность, когда вы молитесь, и вы будете видеть ваши молитвы, и вы, она сбывающимся, но те молитвы, которые мы молимся с верой, бескорыстно, также Христос просит нас молиться с ревностью и постоянством. Помните его притчу, или пример о вдове и суде неправедном, о том, как она докучала о суде, и тот наконец-то решил все-таки ей помочь защитить бедную вдову. И Христос сказал, что Бог ли не защитит избранных своих, Бог ли не ответит на молитвы избранных своих, хотя и медлит. Но через это постоянство и ревность также растет наша вера, показывается наша вера, поэтому не отчаивайтесь, когда вам трудно, тяжело, когда кажется, что Бог не слышит, это неправильно, Он слышит, продолжайте молиться с ревностью и постоянством, и вы получите ответ на молитву, и туча рассеется, и солнце придет, и вы увидите, что Господь жив, и Он поддерживает детей своих и отвечает на молитвы. грим. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok